Есть еще один термин, который я хотел бы ввести. Этот термин называется «время». Все его знают, но не все знают, что это такое. Время — это сила, которая учит человека жизни. И цель человеческой жизни — это развитие. То есть время как учит? Создавая трудности. То есть время действует на грубое тело, которое оно постоянно старит. Наш организм стареет с самого рождения. Хотя мы сначала растем, вроде развиваемся, но тем не менее мы не молодеем, чтобы вы знали. Некоторые люди думают, что человек может жить вечно. Человек вечно жить не может, потому что время разрушает все. Даже если кирпич положить на стол, через 200 лет он превратится просто в трубу. Хотя его никто не трогал. И сам стол тоже через какое-то время превратится в трубу. То есть в этом мире все стареет. Все, что связано с материей, стареет. Но интересно знать, что наше физическое тело имеет два типа старения. Не как стол. Вот стол постепенно стареет, и все. Все зависит просто от того, где он стоит. Если бы он в леднику, в ледник его поставить, то он будет дольше стоять. Потому что там нет микробов, они его не жрут. Если говорить о нашем грубом теле, то есть просто постепенное старение, которое, если бы оно только действовало, всем бы очень понравилось. Потому что человек бы жил, я думаю, лет 90-100 без проблем. Но есть еще один вид старения, который люди не знают, поэтому они очень сильно удивляются, когда это происходит. Это называют циклическое старение. И циклическое старение означает, что неожиданно мне стало тяжелее жить. Особенно это сильно чувствуется с возрастом. Потому что организм старше становится, уменьше запасов здоровья. Вот когда молодой организм, плохой период, цикл пошел, плохой, человек просто чувствует чуть-чуть, что что-то не то. Но сильно этому большое значение не придает. Он думает, что-то, может, съел не то или еще что-то. Ну, не понимает, что. Он думает всегда, что все проблемы только от его поведения. Часто мы так думаем, на самом деле, 50, даже больше проблем у человека со здоровьем идет просто от того, что наступил тяжелый период, связанный со здоровьем. Например, вот женщина на меня смотрит с светлыми волосами. Мужчина с женой сидит и дальше женщина, вы. У вас сейчас идет плохой период, связанный со здоровьем. Он начался два с половиной года назад. Вам стало тяжелее жить за это время. Вы чувствуете себя хуже физически. Так или нет? Так. А когда он закончится? Через полгода. Через полгода. Точнее, через четыре с половиной месяца вам станет легче. Вот это напряжение внутреннее, которое усталость, которое вы сейчас испытываете, вам она пройдет. Можно чувствовать ход времени, если потренироваться. Это несложно. Это не то, что мне молния по башке ударила, и я стал таким ясновидящим. Я просто изучаю это все, и вы тоже можете изучать, если ходите. Это несложно, на самом деле. Это естественный процесс, это циклическое влияние времени. А? Я не виноват. Мы в чем-то виноваты, поэтому и страдаем. Но просто наша вина, она приходит к нам циклами. Понимаете? То есть, в чем-то вы были виноваты, и из-за этого страдаете. Но вы не страдали тогда, когда не положено. А когда положено, это наваливается все резко. И понимаете, чаще всего люди в большинстве своем уходят из жизни из-за влияния этих циклов. Плохой период начался, и человека снесло. Вот в прошлом году, в конце октября, у меня начался плохой период, связанный со здоровьем. Мои камешки, которые я ношу для того, чтобы мне легче было жить, они меня тонизируют, они перестали мне помогать. Вот. Я почувствовал, что все, что я делал для своего здоровья до этого, перестало мне помогать. У меня пропало хорошее самочувствие, усталость появилась постоянно. И я почувствовал так же, что в моей молитве за родственников, за друзей у меня тоже нет сил. И я своих друзей предупредил, что вы сами теперь за себя молитесь. Не гарантирую ничего. В это время моему отцу резко стало хуже. И я ничего не мог сделать, потому что у меня не было сил. И через месяц после этого он ушел из жизни. Ну, то есть, это результат вот таких плохих периодов. Приходит время, и это синхронизировано все у родственников, понимаете? То есть, приходит время, и ты не можешь помочь. И вот такие ситуации возникают. Ну, то есть, я вам это все рассказываю, чтобы вы поняли, что я не то, что фантазирую что-то. У вас тоже в жизни такое было. Часто родственники уходят один за другим. Многие люди это отмечают, потому что наступает плохой период, и нет помощи, понимаете? Вот эта энергия счастья не поступает в достаточном количестве в сердце человека, в организме. В сердце имеется в виду не мешок этот сердечный, а это тонкое пространство невидимое. Это зона вот эта вот. Сюда поступает энергия, отсюда выходит. Человек не может уже не себе помочь никому, связь эта прерывается или нарушается. И неудачный период, тяжелый период в жизни человека наступает. Когда могут рушиться отношения или уходит кто-то из жизни. Это циклическое влияние времени бывает физическим, а бывает психическим. И оно иногда вместе плохо действует и на наше тело, и на нашу психику, а иногда отдельно. Ну допустим, у женщины чисто на тело действуют, а психика более-менее устойчивая. То есть бывает наоборот, у человека психику в очень трудном, в плохом состоянии, а тело в нормальном состоянии у него при этом. Ну то есть наш организм постепенно стареет. Если бы он старел вот так постепенно, он жил бы очень долго. Но люди по 90 лет не живут. Почему? Потому что есть циклическое влияние времени. И когда хороший период, человек чувствует себя хорошо, он думает, так и должно быть. А это у него хороший период. А когда плохое наступает, он думает, что такое вообще? И вот это вот самое удивительное заключается в том, что люди не понимают, что в это время нужно все отложить и заняться своим здоровьем. Иначе что такое, ты уже не скажешь. Потому что в это время может сильно сломаться здоровье, и человек уже из штопора не выйдет, или будет выходить с большим трудом годами. То есть нужно быть очень внимательным к этим тяжелым периодам. Они сразу о себе дают знать, это чувствуется. Человеку стало тяжелее жить. Реально тяжелее жить. И он просто выкарабкивается. И в это время мы как раз с вами и поговорим о том, что такое жизнь в городе, и чем она отличается от жизни в селе, допустим. Время действует также на психическое тело человека, на психику. И действие на психику таково, что есть постепенное влияние времени. Оно такое, что когда рождается человек, то из его психики трудностей выходит очень мало. И человек чувствует себя счастливым в детстве, потому что мало трудностей, много счастья. И также он излучает счастье. Все люди очень любят детей, потому что они излучают счастье. Если бы сейчас ребенок зашел на сцену, вы бы на меня уже не смотрели. Смотрели на него, потому что я счастья излучаю меньше. То есть вы бы радовались сильно, смотрели на нее, потому что от него исходит энергия счастья от ребенка. Но бабушке уже никто так сильно не радуется, потому что от нее уже не так много счастья исходит. И даже ребенка целуют в попу, так очень вкусный он такой. А бабушку никто не целует уже, потому что уже не такая вкусная. Потому что энергия счастья меньше от нее исходит, потому что энергия времени, она на психическое тело действует таким образом, что с возрастом количество трудностей в судьбе, психических трудностей возрастает. И поэтому пожилые люди часто ворчливыми становятся, очень депрессивными и так далее. Надо понимать, как работает эта вся система, что это время так действует. Но еще и есть циклическое влияние времени, когда человека просто психически нахлобучивает, а потом отпускает. Так как это циклическое влияние, допустим, некоторые люди говорят, у нас нет теперь нормальных... Я не чувствую любви к своим близкому человеку. Вот девушка в синеньком, допустим, сидит. Вы замужем? А? Нет, вот в синеньком не вы, а вот вы. Замужем? А вы чувствуете любовь к своему близкому человеку? Чувствуете? Сейчас у вас хорошая связь с ним внутренняя? А? Замечательно, вы рядом. У нее начался плохой период, связанный с вашим восприятием вас. Буквально через месяца два она может начать вам говорить, что у меня что-то холод по отношению к тебе в сердце и так далее. Этот период продлится всего три с половиной месяца и потом закончится. А начался он несколько дней назад. Я специально вам это сказал, чтобы вы проследили дальше. Потому что люди какие делают выводы? Говорят, все, любовь кончилась, завяли помидоры. Понимаете, а на самом деле это просто временно. Вот у кого сейчас вот вы чувствуете, что нет любви к близкому человеку? Я вам скажу, у вас почти уже закончилось. Вот у вас этот период прошел, да. Вы сейчас уже должны чувствовать. А? Начали потихоньку, да? Нет, вот сзади, сзади совсем, женщина, совсем сзади. Вот вы, да, вот я с вами говорю. Еще ручку поднимайте. У вас только начался где-то месяца три такое состояние. И думаете уже все, надо расходиться, да? Потому что нет любви. Вот это ошибка. Потому что через пять месяцев все опять возобновится. А? Нет, на первом ряду вот девушка и женщина. Через пять месяцев опять любовь пойдет. Надо подождать. Вот в этой ошибке, понимаете, люди часто думают, что нужно... У вас не проблема в периодах. У вас неправильно строится отношение с женщиной. Вот вы ручкой показали. Вам надо очищать свою ниточку вот эту. У вас усиленно загрязнена. Нет, вот я... Да, вот ручку поднимите, ручку, чтобы сзади не думала, что я с ней говорю. Я не с вами говорю, нет. Понятно, да? Ну, то есть, есть плохие периоды, даже в отношениях циклы. И люди должны знать, если меня остудило как бы близкому человеку, это все пройдет. Потому что в этой жизни все циклами происходит. Все меняется. И не надо просто терпеть, учиться ждать. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и умрямом, чтобы порой от жизни получать радости, скупые телеграммы.